МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире время новостей на МТВ. В студии Инна Емельянова. В начале выпуска расскажем о событиях, которые вы сможете увидеть на нашем канале сегодня. Делегации торговых представителей Российской Федерации посетят историко-мемориальный комплекс с героем Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Мои коллеги расскажут, гости из каких стран приехали в город-герой и какие впечатления вызвал знаменитый памятник-ансамбль. В Волгограде откроется выставка, приуроченная к 140-летию со дня рождения Сергея Константиновича Минина. Какие уникальные экспонаты увидят волгоградцы, расскажем уже сегодня. А к 350-летию со дня рождения Петра Великого в Мемориально-историческом музее специалисты покажут уникальные экземпляры, гравюр 17-18 веков. Волгоградцы увидят портреты Петра Великого и его сподвижников, выполненные европейскими и русскими мастерами. Об этом и не только мы расскажем сегодня в течение дня, а пока о главном к этому часу. Обсуждение насущных вопросов взаимодействия, посещение социально значимых объектов, встречи с представителями власти и общественниками. Накануне в Луганске губернатор Андрей Бочаров подписал соглашение о сотрудничестве между Волгоградской областью и Станично-Луганским районом Народной Республики. Глава региона возложил цветы к обелиску героям Великой Отечественной к монументу защитникам Луганской Народной Республики, отдав дань памяти всем защитникам Отечества. В рамках рабочей поездки Андрей Бочаров и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обсудили вопросы взаимодействия Волгоградской области и Луганской Народной Республики на среднесрочный период. Мы сделаем все, чтобы восстановить мирную жизнь в полном объеме в районе. Мы полностью окажем помощь и поддержку непосредственно главе республики, самой Донецкой Народной Республики, но, естественно, жителям нашего Станично-Луганского района, которые на самом деле заслужили жить достойно. А для этого придется намного очень потрудиться. Документ о сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой предполагает участие нашего региона в реализации многочисленных проектов. В первую очередь они направлены на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры Станично-Луганского района. Волгоград-Сталинград стал примером патриотической работы и бережного отношения к истории, сохранения исторической памяти для жителей Станично-Луганского района. Я очень счастлив и благодарен, что именно Волгоградская область является нашим старшим товарищем, партнером-куратором. Потому что за те 8 лет, которые мы были оккупированы территорией, нам очень много надо управлять мозгом. И в том числе мы должны показать, что была все-таки Великая Отечественная война. И ну как не показать, на Сталинграде и на том комплексе мы должны просто переворачивать сознание. Губернатор Волгоградской области передал 19 единиц техники, стройматериалы и другую гуманитарную помощь. В восстановлении мирной жизни жителям Станично-Луганского района ЛНР помогут 5 тракторов, 6 микроавтобусов, автомобили повышенной проходимости. Андрей Бочаров побывал в местной средней школе. В феврале из-за обстрела вооруженными формированиями Украины были повреждены кровли и фасад здания. Разбиты окна. Ремонтируют школы волгоградские специалисты. С момента начала спецоперации Андрей Бочаров выразил поддержку решению президента Российской Федерации. Согласно поставленным губернаторам задачам, Волгоградской области в кратчайшие сроки обеспечили приемы, оказали помощь беженцам, организовали пункты сбора и наладили отправку гуманитарной помощи на Донбасс. Развитие социально-экономического сотрудничества между Волгоградской областью и народными республиками рассмотрели в ходе рабочих встреч волгоградской делегации на 25-м Петербургском международном экономическом форуме. На бульварной зоне улицы Титова специалисты реконструировали 28 гранитных ступеней. Подрядчики завершили основные работы по восстановлению гранитной лестницы к первой продольной магистрали. Обновление общественного пространства в Краснооктябрьском районе идет в рамках рекпроектов формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Гранитные плиты лестничного схода очистили при помощи пескоструйного аппарата и вернули на прежние места. В ближайшее время специалисты установят новые поручни по обеим сторонам лестничного спуска. Их внешний вид должен будет гармонировать с оформлением ранее благоустроенной территории. От Малого проспекта имени Ленина до улицы Тарощанцев. До этого вдоль объекта смонтировали новые сети уличного освещения. Демонтировали изношенные опоры. На их месте оборудовали светоточки с цинковым антикоррозийным покрытием. Зеленый фон пополнили 600 деревьев и кустарников различных пород. На бульварной зоне укладывают рулонный газон на площади около 6000 квадратных метров. Уход за существующими и новыми растениями обеспечит система орошения длиной почти в 1000 погонных метров. Одновременно с этим в Краснооктябрьском районе обновляют еще один участок по улице Титова площадью 2500 квадратных метров от улицы Маршала-Ероменко до дома номер 15. Рабочие приступили к модернизации автоматического полива протяженностью более 700 погонных метров и установке 40 световых опор. В рамках контракта на зеленой зоне высадят молодые саженцы каштана. По окончании работы вдоль пешеходной сети расставят парковую мебель, которой здесь никогда не было. Бульварная зона примыкает к парку имени Гагарина. Его комплекс обновили в 2019 году. Подрядчики благоустроили пешеходную сеть, обновили детские и спортивные площадки, высадили новые зеленые насаждения. По завершении реконструкции все объекты составят единое пространство отдыха для жителей Краснооктябрьского района. Формирование комфортной городской среды в Волгограде ведется системно с 2015 года. Муниципалитет вначале самостоятельно, а затем и при поддержке федерального бюджета привел в порядок почти 60 парков. В этом году в рамках реализации рекпроекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» муниципалитет обновит общественные пространства в шести районах. В Центральном районе специалисты завершили укладку выравнивающего слоя нового полотна на проезде по улице 10-й дивизии НКВД. При помощи дорожно-строительной техники здесь восстанавливают дорогу площадью более 2200 квадратных метров. Работы ведут в рамках реализации нацпроекта безопасные качественные дороги. Перед этим на объекте отфрезеровали старое изношенное дорожное полотно. Спецтехника сняла слой асфальта толщиной 5 сантиметров. Одновременно с укладкой нового полотна рабочие восстановили тротуары вдоль проезда. Общая площадь обновленных пешеходных дорожек около 340 квадратных метров. В ходе работ проложили более 200 погонных метров нового бордюрного ограждения и восстановили все колодцы инженерных сетей. По окончании формирования выравнивающего слоя качество работ проверят специалисты лабораторий муниципального учреждения «Комдарстрой». Эксперты оценят степень плотности материала, уровень водонасыщения и другие характеристики. Только после получения положительного заключения подрядчики продолжат обновление проезда. По условиям контракта, исполнитель несет гарантийные обязательства в течение четырех лет по окончании реновации. Все возникающие дефекты компания-исполнитель обязана устранить за счет собственных средств. Комплексная реконструкция автодороги ведется также на улице Ленина. Всего в 2022 году в Центральном районе Волгограда планируется восстановить четыре объекта, общая площадь которых составляет 44,5 тысячи квадратных метров. Муниципалитет продолжает системную работу по обновлению малых городских проездов, которую начали после реконструкции основных магистралей и крупных районных дорог. Приведение в порядок транспортной инфраструктуры в регионе – приоритетное направление с 2014 года. За это время в областном центре реконструировали и построили более 430 дорожных объектов площадью 5 миллионов квадратных метров. Волгоград стал одним из первых городов России, где в 2017 году начали масштабное обновление транспортной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги». К 2019 году его преобразовали в национальный проект. Капитальный ремонт многоквартирного дома – это всегда событие, но, к сожалению, оно не всегда приносит радость для жителей. В доме номер 35 по улице Дегтярева в Тракторозаводском районе работы начались еще весной 2021 года, но никак не закончится и уже доставили огромное количество неудобств жильцам МКД. Подробности в нашем следующем сюжете. В доме, построенном в 1950 году, ремонта не было со дня закладки первого кирпича. И вот, наконец, долгожданное событие свершилось. Однако все пошло не так, как могли себе представить жители многоэтажки. Вместо обновленных систем горячего и холодного водоснабжения, а также приведенных в порядок фасады и кровли, они получили массу неудобств. У нас вот крыши, я живу на четвертом, конька как не было, так и нету. Листы на листе лежат, щель, материал стелется на доски, весь висит материал этот. Доски необработанные, должны быть обработаны, а они необработанные. Их как стелят. Да, водосточных труб, привезли сюда трубы водосточные, думали, будут трубы. Неделю полежали, и они уехали. Куда уехали, неизвестно. Все эти недочеты негативно сказываются на качестве жизни волгоградцев. К примеру, жители последнего, пятого этажа, во время дождя, снега и града вынуждены сидеть чуть ли не с зонтиком в собственной квартире. Как только дождь, на нас все льется. Над нами смеются, говорят, что это мы придумали, что это было так и до этого ремонта. Мы просто ждали случая, чтобы как бы воспользоваться и обогатиться. Но в ходе чуда ремонта пострадали жильцы не только верхних этажей. Рабочие заменили старые чугунные канализационные трубы, и теперь даже минимальный засор в канализации провоцирует утечку нечистот. Жильцам первых этажей приходится дышать зловониями. Вонь. Мы дезодорантом. Чтобы войти в квартиру, мы пользуемся дезодорантами. Потому что вонища невозможная. А внук маленький, внучка маленькая. К чем дышать? Такого безобразия, по словам жильцов, здесь не было никогда. Учитывая, что конкретные ответы сотрудники управляющей компании не хотят или не могут дать, а подрядчики, которые сменяют друг друга, не справляются со своими обязанностями и бросают работу на полпути, терпение волгоградцев заканчивается. Они намерены жаловаться в суд и прокуратуру. Ольга Цымбарович, Рубентальский, Время новостей. Как решить вопрос спорчи личного имущества в ходе реставрационных работ? Куда жаловаться на плохую работу подрядчиков, а также где посмотреть сроки окончания затянувшегося капремонта? Все это вы узнаете в новом выпуске программы «Управдом», которая выйдет уже сегодня в 20.40. 200 вылетов и более 600 часов в полете. Юбилейным пациентом крылатой скорой в Волгоградской области стал 43-летний житель Жирновского района. Его эвакуировали в областной кардиоцентр с острым инфарктом миокарда. С начала 2022 года в Волгоград и Волжский вертолетом «Ансад» доставили 194 пациента, включая 29 детей из районов области. В шести случаях медики вылетали для оказания медицинской помощи на месте. Такую работу в регионе ведут благодаря реализации регионального проекта «Первичная медико-санитарная помощь» нацпроекта здравоохранения. За последние пять лет медики возрожденной санавиации в Волгоградской области спасли более полутора тысяч жителей. В медицинской авиации трудятся 32 врача и специалисты среднего медперсонала городской больницы номер 25. В отдельных случаях на помощь привлекают и врачей из других клиник. Санавиацию в регионе возродили одной из первых в России в 2017 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова. Развитие этой службы активно продолжается. Дополнительно к двум вертолетным площадкам в 2020 году появились еще три в больницах Волжского, Камышина и Урюпинска. В этом году техникой для работы в ночное время оборудовали площадки для санавиации в Афроловском, Быковском, Клецком и Серафимовическом районах. Познать свое тело и управлять им творчески учат актеров Волгоградского инклюзивного театра «Теплые артисты». Новый проект студии в этом году стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья преподаватели в ГИКа и актеры областного театра «Кукол» проводят мастер-классы по пластике и хореографии. Полученные навыки артисты студии смогут использовать в пластических спектаклях. На одном из мастер-классов побывали наши коллеги. На пути к мечте и особенности здоровья не преграда. В Центр социальной и трудовой реабилитации «Теплый дом» в поисках новых друзей Вика Боронина пришла в 2017-м. Позже стала частью дружного коллектива инклюзивного театра «Теплые артисты». За пять лет девушка приняла участие в ряде постановок, но каждый выход на сцену для нее – результат большой внутренней работы. «Из тёплого дома в театральную студию для ребят с ограниченными возможностями здоровья попал и Женя Аверин тайными за кулиси заинтересовался в детстве после просмотра спектакля «Щелкунчик» в кукольном театре. Мечта сбылась спустя много лет. Несколько раз вместе с коллективом Женя ездил на гастроли, а основом работы на публику его обучают профессиональные актеры. Сначала учили роли, а потом репетировали, потом выступали. Мне очень нравится еще путешествовать. Я люблю путешествовать на фестивали. Очень нравится. Театру «Теплые артисты» уже семь лет. Воспитанники студии выступают на площадках социальных и культурных учреждений региона, участвуют в конкурсах и фестивалях. Проект Юлии Фаторной – обладатель нескольких федеральных грантов. В рамках последнего из них к постановке в театре готовят пластический спектакль с использованием кукол. Проект называется «Маруся в гостях у теплых артистов». Приедет режиссер с Метичинского театра «Кукол». Также приедет художник из Санкт-Петербурга и приедет режиссер по пластике. Будет другой. С августа месяца они подключаются к работе. И мы будем создавать на базе театра «Кукол» и на базе ДК пластический спектакль. У многих ребят проблемы с речью, поэтому слов в постановке не будет. Выражать эмоции с помощью тела ребят учит Татьяна Аксенова – хореограф и балетмейстер Волгоградского тюза и театра «Кукол». Для теплых артистов телесная терапия – возможность заново познакомиться со своим телом и научиться им управлять. «Цель и задача – подготовить их тело немножко к мобильной, динамичной такой работе. И результат, он есть на каждом занятии. Каждое занятие мы заканчиваем определенным маленьким каким-то мини-спектаклем». Практика над ритмическими движениями тела не только научит ребят импровизировать, но и поможет им раскрепоститься. «Это очень помогает в работе в самом спектакле. Это помогает им взаимодействовать друг с другом, то есть на партнерство, ощущение друг друга, на воображение». Занятия проходят на базе ДК Ворошиловского района Волгограда. Для особенных ребят площадка полностью адаптирована. «Люди с ослабленным зрением или вообще с отсутствием зрения – это люди, которые имеют проблемы со слухом. Они все могут быть полноценными не только зрителями, но и участниками мероприятий, которые проходят у нас в Доме культуры». Благодаря поддержке регионального комитета соцзащиты населения и администрации Волгограда в ДК установлены пандусы, подъемники, есть комнаты отдыха и инвалидные коляски, а также оборудование для тифла и сурдокомментирования, чтобы любой участник мероприятия мог чувствовать себя комфортно. Екатерина Кудряшова и Роман Седлецкий. Время новостей. Блокнот, ручка и необычайно широкий кругозор – главное оружие этих выпускников. Они – будущее российской журналистики, ученики школы телевидения МТВ. Накануне для них прозвенел последний звонок. Время обучения стало для них незабываемым этапом в жизни, и теперь они могут с гордостью назвать себя знатоками детского телевизионного мира. Как прошел выпускной и какими эмоциями поделились ребята, расскажет Алина Успенская. Шесть месяцев учебы позади. Теперь ученики школы телевидения могут по праву называть себя журналистами, пусть и юными. Репортажи, записи в студии, создание роликов и многое-многое другое. В копилке ребят масса полезных знаний. Я горжусь каждым из вас. Я безумно рада, что, надеюсь, я смогла вам дать полезные знания вместе с моими коллегами. И несмотря на то, что сегодня наш выпускной, вы отправляетесь в свободное плавание, я больше чем уверена, что мы с вами еще не раз встретимся. Каждый из учеников школы телевидения уникален по-своему. Кто-то безупречно работает в кадре, кто-то придумывает интересные телепродукты, а кому-то нет равных в написании сюжетов. Но их объединяет главное. Для них телевидение больше не что-то неизведанное и таинственное, а тот интересный и красочный мир, с которым, возможно, они свяжут свою жизнь в дальнейшем. Сертификат выдан Елизавете Емельяновой о том, что она закончила школу телевидения МТВ по курсу журналистики. Аплодисменты. Официальный документ и приятные подарки в руках у выпускников. Рядом в такой торжественный момент друзья и родные. Ребят переполняют эмоции, а не гордятся своими достижениями. Значительно лучше стало говорить эти уроки со скороговорками. Мне прям помогли в учебе. И, как я говорила, у меня было очень много слов-паразитов. Э, ну, вот, в первом выпуске. И стало значительно лучше. Впечатление только позитивное. Это такой крутой опыт, который во многом мне помог. И также речь улучшилась моя. Вы привили мне большую любовь к этому делу, к журналистике. И вот сейчас немножечко даже грустно. Новостной проект «Время детских новостей», съемка социальных роликов, художественное чтение стихотворений различных поэтов, коллаборация с другими телеканалами и даже собственные мастер-классы. Ребята научились многому. Плоды своих трудов они увидели на экране кинотеатра «Синема-5» в парк-хаусе, где и прошел выпускной. Прямо сейчас на наших глазах водитель не пропустил пешеходов. Это тоже является нарушением правил дорожного движения. Водитель обязан пропустить человека, который идет по пешеходному переходу. Мне 17, и я не хочу, чтобы моя жизнь оборвалась из-за халатности водителя. Я смог окунуться в журналистику по полной. Мне было очень интересно, и я очень рад, что смог принять участие в школе телевидения. А насчет выпускного, меня переполняет и радость, и восторг, и в то же время грусть. Выпускной просто супер. Видео классное, очень положительных много эмоций. Учеба была интересная. Журналисты, корреспонденты, все такие дружные. Развитие речи и артикуляции, умение работать на камеру и формулировать свои мысли четко и ясно. Такие умения пригодятся ребятам не только в журналистике, но и в любой другой профессии. Мне очень понравился этот бесценный опыт. Но мне больше всего понравились занятия, съемки. Я стала меньше бояться камеры. В телевидении меня научили грамотно выражать мысли. Сформировали хорошее впечатление журналистик. Я поняла, что это очень ценный труд, и он очень сложный. Школа телевидения МТВ – это не просто кружок или секция. Это институт для будущих журналистов. И те, кто уже познакомился с медиасферой, рекомендуют раскрыть свой потенциал будущим ученикам. Я бы пожелал полюбить эту профессию и отдаваться ей полностью. Полюбить, как бы этим заниматься, потому что это на самом деле очень завлекает, это очень интересно. Вот ты много всего узнаешь. Телеканал МТВ расскажет обо всех тонкостях телеискусства и покажет то, что не покажут другие. Журналистика влюбляет в себя раз и навсегда. А специалисты нашего канала помогут вам стать акулами пера и настоящими профессионалами своего дела. Я вас любил. Безмолвно, безнадежно, дробостью, туревностью томил. Я вас любил. Так искренне, так нежно. Так дай вам Бог любимый быть другим. Алина Успенская, Александр Шишин. Время новостей. А в завершении выпуска расскажем вам народные приметы на этот день. Здравствуйте! В эфире МТВ «Народный календарь» студии Алексей Ячевский. Сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня отмечают день Тихона Тихого. Святитель Тихон, чья память чтится православной церковью, в этот день родился в городе Амафунтия на острове Кипр. Родители воспитали сына в благочестии и обучили его чтению священных книг. Еще в юном возрасте у Тихона проявился дар чудотворения. Однажды его отец-пекарь отправил сына продавать хлеб, но мальчик все раздал бедным бесплатно. Отец разгневался, но Тихон процитировал строки из священного писания «Дающий Богу с троицей примет». И действительно, когда пекарь заглянул в свои хранилища, бывшие до этого пустыми, он с изумлением увидел, что оно полно хлеба. Благочестивого юношу приняли в церковный клир чтецом, а затем епископ Мемном посвятил его в сан Диакона. После смерти епископа его место занял Тихон. Он активно искоренял остатки язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и продвигал христианскую веру. Святитель прославился добротой и милосердием, даже по отношению к язычникам, до которых он пытался донести Слово Божье. С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день Тихи. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы, лишь Соловей продолжает петь до Петрова дня. Тихо ходят и звери, хоронятся в норы. На Тихона в деревнях часто устраивали пиры для тружеников, которых приглашали ради того, чтобы унавозить поля. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считалось, что такие гуляни устраивались с целью помочь бедным семьям, чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых. Также в этот день в некоторых районах устраивали особый обряд – обегание непорочных дев вокруг гряд. Крестьяне верили, что если ноги девственницы ночью на Тихона обегут гурьбой грядки, это поможет получить хороший урожай. Ну а сейчас по традиции в конце выпуска поздравим наших именинников. Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан. От всей души поздравляем вас. Кстати, сон в ночь на 29 июня может быть вещем, но предсказывает он не просто события, а судьбоносные, которые повернут судьбу человека в новое русло, направят по новому пути. Обращать внимание стоит только на те сновидения, которые приснились под утро, были яркими, понятными, хорошо запомнились. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня и помните только на МТВ, несмотря на приметы и прогнозы синоптиков, всегда хорошая погода. До новых встреч, не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Не переключайтесь.